Пять лет мы работали над проектом, достаточно амбициозным проектом, соединить Суворовские и Киевские районы единым маршрутом трамваев. В разные времена в Одессе говорили об этом маршруте, как скоростной трамвай, воздушный трамвай, на монорельсе. Мы взяли за основу практическое, то, что мы можем практически выполнить. Соединили трамвайным сообщением, дальше будем совершенствовать. Сегодня день державности нашей Украины. Мы презентуем нашим мешканцям, гостям нашего места, демонстрируем первый этап. Он соединит Паустовского и Старосиную площадь. Вы видите, мы подготовили все этапы выполнения работ. Это действительно сложная поэтапная работа. Начиная с Терраспольской площади, Пуск-Маринеска, Софиевское соединение возле Пересовского моста, Новощипной ряд, перекресток Преображенской-Пантилемоновской, перекресток на водопроводный Новощипной ряд. Это все сложные технические работы. Причем они были выполнены с заменой всех коммуникаций. Это не просто переложить трамвайный путепровод. Это не просто заасфальтировать улицу. Мы меняли, например, на улице Маринеска, Софиевска, меняли коммуникации, которые не менялись там на протяжении 50 и больше лет. Это колоссальный труд. Я хочу поблагодарить всех работников наших коммунальных предприятий, всех тех, кто наших подрядчиков, наших партнеров, кто нам помог в реализации первого этапа проекта. Почему сегодня первый этап? Почему не полностью? Нам необходимо разработать логистику, нам необходимо сегодня просчитать интервалы, потому что хотим, чтобы интервал трамваев был не более 5-6 минут. Это сегодня хорошая новость, хорошая новость в день нашего свято. Для тех, кто живет в Суворовском районе, для мешканцев и Киевского района. Потому что стоимость поездки в нашем муниципальном транспорте для тех, кто купил проездной билет, будет в районе 5 гривен. Те, кто будет покупать разовый, это в районе 8 гривен, 8 гривен. Это сегодня по сравнению с частными перевозчиками 15 гривен. Помимо этого всего, что я вам говорил, выполнение технических работ, мы работали над тем, чтобы улучшить или создать комфортные условия в нашем подвижном составе. Мы выпустили более 30 трамваев нашего производства, Одесского, нашего коммунального предприятия. Я хочу подчеркнуть это. Это не производство, это не завод, это коммунальное предприятие. Мы восстановили рабочие специальности, мы привлекли кадры, создали рабочие места. Это действительно, уважаемые коллеги, сегодня для нас праздник. Хотелось бы, чтобы в дни войны, в дни сложные для нашей страны и для нашего города, у нас был хотя бы глоток свежего, хорошего, приятного воздуха в виде таких новостей. Первая часть, это половина маршрута, 18 это километров, общая протяженность маршрута будет 32, и оборотный рейс, если считать, то это 64. Это действительно самый нудренный маршрут. Фактически, это магистральный маршрут, который полностью идет через весь город и соединяет два самых больших спальных района города. Киевский, Суворовский, мы об этом уже много говорили, вы об этом знаете. Чего ждать, на втором этапе, какие там технические могут быть соответствия? Тут даже не технические, а больше логистические моменты, потому что такой большой маршрут запустить одномоментно достаточно сложно, поэтому сейчас мы еще отточим какие-то вопросы логистические, и я думаю, в течение полторы-двух недель мы запустим полностью уже маршрут.